И огурец поплотнее надо взять. Но пока что этого достаточно. А еда будет? Слаймик не сделаем. Нет, я кекс. Мяу. Я бы откусил. Роковая женщина. Просто кекса хочется человеку. Имиджевая чечи. Панки хой. Мэм. Подарок судьбы. Вот и вся история. Всем привет, ребята. С вами снова я, Маша. И да, это ваша любимая рубрика. 100 товаров по 100 рублей. На этот раз у нас будет 100 товаров с Азон. Кто не смотрел предыдущие выпуски из этой рубрики, обязательно это сделайте, потому что у меня их на канале очень много. И с Азон, и с Валбрис. И также есть чуть-чуть подороже подобные выпуски. 100 товаров по 200 рублей, по 250. Приходите, смотрите. И да, самое главное, что вы должны знать. Поскольку эта рубрика у меня уже живет долго на канале. А это значит, что огромное количество товаров за такие небольшие деньги уже скуплено. И с каждым разом выпускать подобный ролик все сложнее и сложнее. Потому что в каждое новое видео я ищу новые товары, которые ранее я не покупала. Поэтому можете делиться своими находками, которые стоят 100 рублей. У меня в телеграм-канале, типа, Маша, смотри, что я покупаю за соточку. Поделись этим со всеми. Но вообще все товары, которые здесь будут, вообще на Азоне нашла я. К сожалению, без вашей помощи. Хотя очень часто вы мне помогаете с подобными роликами в моем телеграм-канале. Так что переходите туда и подписывайтесь на него. Там мы еще с вами общаемся, всякие розыгрыши проводим. В общем, любим друг друга. Но мы давайте начинать 100 товаров с Азон по 100 рублей. И их даже тут чуть-чуть больше входит в чатик. Так что, let's go. Как же мы так сразу нашли прям супер люк. Кстати, да, в этом видео я решила, что снова не будет каких-то категорий. Вот категорий. Просто будем распаковывать все подряд. Потому что, учитывая прошлый выпуск, там, где распаковала товары с ВВП по 250 рублей, вам так-то зашло больше, нежели чем я все распределяю по категориям. Поэтому просто рандомный товар в рандомную минутку. Вот вам рандомный товар. Эти очки, по-моему, меньше даже сотки стоили. Собственно говоря, можно залетать на какой-нибудь движ. На мое лицо они слегка жмут именно вот здесь. Маловат. Но модные не поспоришь. Кстати, хорошие очки именно по качеству. Конечно, за внешний вид тяжело судить. И все вкусы разные. Но пластик плотный. Стекла, которые пластик. Нет, царапаны. А что еще нужно хотеть за такие деньги? Чувствую, что здесь тоже очки. Так они еще и в футляре. Что за люкс? Вы посмотрите, один футляр в идее 100 рублей стоит. А тут как бы комбо. Салфетка. Офигеть. А где подвох? Посмотрите, здесь у нас дужки такие слегка, ну, что-то по типу леопарда. Но это не леопард, просто разноцветные дужки с синими стеклами. У меня тут зеркало, поэтому я сразу смотрю. Ну, вот они комфортные. Очень даже хорошие очки. Не делал, не хочется снимать. Ну, а свет они не сильно защищают, потому что пластик, во-первых. А во-вторых, он такой полупрозрачный. Имиджевые очки, одним словом. За такие деньги, почему бы и нет, какой-то образ разнообразить. И тоже качество у них вполне себе окей. Еще и в футляре, еще и салфетка. Ну, это 10. Из 10 определенно находка. Знаю точно, будут вопросы, где искать ссылки на все товары с этого ролика. Отвечаю. Конечно же, в моем телеграм-канале там все ссылки будут. Более 100 штук, поэтому чисто физически я бы их тут не смогла выложить. Так что заходите туда и смотрите. У меня там, кажется, домашнее привидение завелось. Собаки чилят, а мы тем временем с вами находим вот такой вот шоппер. С надписью. Кальмар, да? Да, игра в кальмара. Squad Game. Но на самом деле, небольшой размер. Зато холщовая ткань. 30 на 40, между прочим. Это лен натуральный. Толстый, непрозрачный совершенно. Знаете, так сменку потаскать, почему бы и нет. Смотрите, как аккуратно сшито. Даже нитки не торчат и швы ровные. Почему так дешево? Конечно. Хоть что сюда можно положить. Вот любые какие-то книги можно сюда запихнуть. Ребят, это же просто офигеть. Очень хороший шоппер за такие небольшие деньги. Причем здесь вот этот принт, он качественный. Он не резиновый. Он прям очень хорошо провидался в этой ткани. Это точно находка данной минуты. Я всегда стараюсь совершать только выгодные покупки. И на поиск самых лучших предложений уходит просто куча времени. А так хочется потратить его на себя и своих любимых. На страже моего свободного времени стоит улучшенный поиск с нейра. Он точно знает ответы на все волнующие нас вопросы. А больше всего мне нравится, что с помощью Яндекса я с легкостью могу находить любой нужный мне товар максимально выгодно и со всей подробной информацией. Просто открываю приложение Яндекс Алиса и ищу нужную мне вещь. Скоро у Дениса день рождения и он хочет новое Apple Watch. Давайте вместе найдем ему подарок. Только тссс. Всего лишь пишу в поиске необходимый запрос и все оказывается как на ладони. Яндекс предлагает посмотреть фотографии, часов цены в магазинах, характеристики и сразу прочитать отзывы. Как удобно. Но я никак не могу определиться с цветом. Как хорошо, что здесь можно уточнить любой интересующий мне вопрос. Спрашивая, какой цвет лучше выбрать в подарок мужчине. Вот, теперь точно можно не сомневаться в своем выборе. А еще важно сразу понять, сколько эти часы заряжаются по времени и работают. Ага, поняла. А если хочется, можно посмотреть похожие товары здесь и другие модели и иные цвета. Яндекс реально поможет разобраться. Скачивайте приложение Яндекс Алиса и открывайте для себя неограниченные возможности с улучшенным поиском по ссылке в описании. Ой, мелочевка, бижутерия, которую мы так с вами любим. Вау, это очень мило. Это парные браслетики. Причем они, знаете, такие не совсем типичные и не совсем какие-то детские. По крайней мере, в цветовом решении здесь точно никакого... Агитные, что ли? Они скреплены. Хотела бы говорить, что тут нету ничего такого супер розового, девчачьего, чисто детского. Все, мы их раскрепили. И по идее ты замочек несешь, а ключик на мне. Классно, классно. Здесь у нас черный ремешок, здесь коричневый. Типа это ключик от сердца, который не очень подходит, но на что-то есть вроде по какой-то мать. Кстати, аккуратно очень сделан, и мне нравится самое главное цветовое решение хорошее. Затянул и готово. Даже стильный аксессуар. В принципе, можно просто два браслета себе надеть на руку и вообще не париться. Как аксессуар обычный купить, не как парный. Девочки, это, между прочим, бриджи за 100 рублей. Как вам такое? Офигеть! Они, конечно, очень маленькие. Не знаю, на себя их смогу как-то натянуть, они 42 размера. Но я удивлена их длиннее. Я почему-то думала, что они будут супер короткие, прям совсем как шорты. Они очень хорошо тянутся, как колготочки. Даже, может быть, как-то смогу их примерить. По качеству это 100% хлопок. Они, правда, очень тонкие. Я думаю, они будут просвечивать, да, на самых интересных местах. Конечно же, тут не идеальные какие-то строчки, немножко нитки торчат. Но за такие деньги, подарок судьбы. Резиночка у нас на поясе хорошо тянется. Хлопок и оластан, между прочим. Еще и сделано в России. Ребята, я в шоке. Нынче бриджи подешевели. Это два товара. Они покупались отдельно, но они стоили меньше 100 рублей. Я думаю, их надо в паре открывать. Это большая косметичка и малая косметичка. Начнем с маленькой косметички. У нас в таком коричневом цвете. Кань. Кулистер, е-мое. Оксфорд 600, между прочим. Значит, она водоотталкивающая, потому что из этой ткани очень часто шьют чехлы. На улицу, на мебель. Конечно же, внутри нет подклада, но сыт это добротно. Смотрите, здесь даже вот эти места, уголки, они прикрыты. Молния добротная. А это для чего? Для хоть чего. А мне вот такое надо. Забирай. А тебе для чего? Я тебе блок питания положил. Вот видели, Денис уже нашел применение. Я думала, они будут из одинаковой ткани, одинакового цвета, но они разные. Это тоньше, по-моему, да? Да, сейчас посмотрим, окажется Оксфорд 300. Это тоже написано Оксфорд 600. 600 это плотность материала. Здесь внутри такая же история. Тоже так же все аккуратно обработано. По факту просто разнится немножечко оттенок. Молнии одинаковые с собачкой-сердечком. Слушай, хорошая косметичка. Чего ты ее забираешь себе? Ну, с такими собачками я еще подумаю. С сердечками, реально? Серьезно, ты не заберешь из-за сердечка себе? Поменяю, ладно. Ты смеешься, что ли? Хорошие, слушайте, косметички, даже если их не для косметики используются, это реально для каких-то хозяйственных дел. За такую небольшую цену они прям реально дешево стоили. Хорошие, еще и сшито аккуратно. О, это мое любимое. Еще, девочки, мю-миу. Мю-миу за сотку. Я, ну, а знаете, почему бы и нет? И прям это не мю-миу, между прочим, это мин-мин. Заколка крабик под мю-миу. Слушайте, вообще классно. Я думала, она придет вот такусенькая. Хорошего размера краб. Еще и с такой золотой фурнитурой. И не отваливается ничего еще и глянцевой. Посмотрите, тут фурнитура, внутри которой она черная. Суперски очень хороший крабик. Даже если не куда-то, то дома волосы спокойно можно брать и ходить. Еще одна одежда. Я вообще своим глазам не поверила. Вот заказала и проверила. Это у нас футболка. Вернее, даже топ немножко спортивного характера от бренда Me & Mommy. Причем вот этого бренда заказывала Лонги на ВБ по полторы тысячи рублей. А эта футболка стала, честно, дороже 100, что-то около 150. И материал-то в рубчик достаточно плотный. С такого же материала я заказывала Лонги. После 100 вот 95 хлопок и 5% эластан производится у нас в России. Я не знаю, что за аттракцион невиданной щедрости произошел. Реально хорошее качество пошива. Хороший материал. Но не актуальная, честно говоря, модель. Потому что вроде бы как обычный топ, а снизу идет вот такой вот пояс. Чисто для каких-то тренировок, почему бы нет? Просто дома ходить, хороший топик. Единственный размер, это у нас 46М. Будто маловато, но он тянется хорошо, поэтому натянем. Я постараюсь вам примерить, показать. Не обещаю, конечно, возможно, не влезу. Но качество огонь. Если они остались в наличии, можно брать. Это что за стиль? Просто дико львица. Посмотрите, какие очки. От ветра, блин. Отличный, между прочим, да, вариант от ветра. Нам тут пришло оповещение от МЧС, что очень сильный ветер в регионе будет. Там все дела. Все, мне никакой ветер не страшно. Если что, это не какие-то строительные очки, это имиджевая чичи. По-моему, неплохо. В них и останусь. Они, причем, очень хорошо мне подошли по размеру. На какой бренд это за кост? Напишите в комментариях. Мне кажется, точно какой-нибудь там форт. Вот это вот все, потому что у них часто бывают такие широкие очки. Внимание, я знаю, что здесь находится, тут лампа, которая каким-то образом стоила 55 рублей. Я не понимаю. Кстати, это было все распаковано, потом заклеено. Это распаковывал не я, это вот так вот я получила. Мне кажется, она будет нерабочая. Почему ее распаковали, потом запаковали и сдали. Вот такая лампа. Гибкая. Она уже там сломана. Где? Есть, конечно, такой момент. Внимание. Тух, что работало. Она стоила 55 рублей. Мне кажется, это был какой-то глюк у продавца, у маркетплейса. Потому что, ну как она может стоить 55 рублей? Такая лампочка в фикс-прайсе стоит как минимум 200-250. Что она по цене? Да, она здесь немножечко, можно сказать, бракованная. Это же никак не влияет на ее работу. Единственное, она была разряженная. Светит, светит. Я думаю, здесь так всем понятно. Это губки хозяйственные. Хотя они не простые, не угольные. Знаете, что самое классное? Что они нейтрального цвета. И будут красиво смотреться на раковине, в раковине, под раковиной, когда вы моете посуду. В комплекте 5 губок. Мягонькая сторона, жесткая сторона. Все как надо. Это мое любимое. Парные браслеты дубль 2. Но они прям топовые, ребят. Душнила. Черная и белая. Ладно, на самом деле душнила и душнила поменьше. Это очень мило, правда. Топи топ. Я не ожидала, что это будет такого маленького формата. Это у нас такой специальный брелок с номером автомобиля. Очень маленькое кольцо. Фишка в чем? Ты берешь, здесь собираешь свой номер. Я уж не буду сейчас свой номер собирать. И ключи вешаешь. Или что? Вдруг потеряется. Я думала, это вообще изначально для автомобиля. Ну, куда такую маленькую, да? Ты положишь. Для автомобиля. В плане того, что если мой автомобиль вам мешает, уберите. Но это явно не для этого. То есть, ты вот так вот все вставляешь. 8, 9, 7, 0, 5, 6. Записываю мой номер телефона. Вот таким вот образом. Вешаешь на ключи. И вдруг потерялась, не дай бог, да? Тебе звонят на твой номер телефона и возмещают потерю. Такая-то ерунда. Почему? Ну, большая, во-первых, для ключей. Комфортная. Мне кажется, намного больше. Маленькая для машины. В общем, что-то непонятное, да? Размер странный. Денис, это для тебя. Это кольцо антистресс. Но были только большие размеры. Поэтому пришлось брать, смотрите. У меня даже на большой палец. Большой, я не знаю, какой-то размер вообще. Короче, ты его надеваешь на палец и вот так крутишь. Спасибо, Микстерин. Ну, типа такого, но это действительно кольцо. Ну, даже тебе большое. Вот, тут прям идеально. Я так крутить буду. Не знаю, как-то. Может, и да. И крутишь. Видите, внутри вот эта часть, она крутится. По идее, так кольцо антистресс еще и стильное. Маленькие размеры просто были все разобраны. Потому что оно еще и стильно смотрится. Мы, видимо, по аксессуарам пошли. Смотрите, какая прелесть. Это кулон на леске такой. Прозрачный и чистотой сердечко. Хорошо выполненный. Главное, что леска не мятая, как это бывает. Она еще и достаточно тонкая. Ой, очень красиво будет смотреться на шею. Ой, такие красивые серии. Кстати, да, я столько красивых их нашла. Сережек. Вот эти одни из них. Только что-то все разваливается. Тут запасные закрывашки. Все помялось, но мы восстановили. Установили. Закрыли. И посмотрите, какая прелесть. Они асимметричные. То есть, они абсолютно разные. Но от этого и вся прелесть. В красивом, золотистом, матовом цвете. И с искусственными жемчужинками. Прям неплохо, я считаю. За эти деньги можно спокойно брать. Даже на один раз. Не жалко. Носочки. Это вообще святое. Мне тут понравилась надпись. Вообще, почему-то думала, написано «спортик». Тут просто написано «спорт». По составу у нас хлопок 80, полиэстер 15 и эластан 5. Совершенно обычные носочки. Действительно для физнагрузок. Потому что тут еще есть такая вот резиночка, которая прям будет фиксировать вашу ножку. Ох, с вашего позволения хочу смотреть на этот мир без очков. Очень странная упаковка. Какой-то чужой адрес, чтобы вы понимали. Буквально потерянная посылка. Какая прелесть. Вы посмотрите, какое красивое ожерелье. Это так мило. Особенно летом с каким-нибудь топом бы вообще зашло. Здесь у нас бисер и вот такой вот крупный цветочек. Единственное, мне кажется, заказывала другой цвет. Но, возможно, я ошибаюсь. Филет его тоже неплохой. Знаете, подошел бы для чего? Для того, чтобы сделать Дафну и Скуби-Ду. Было бы классный косплей. Потому что это прям ее цвет. Бриллианты. Серьги женские. Ну, это реально бриллиант. Такие-то деньги. Искали золото, нашли бриллиант. Посмотрите, какие красивые серьги. В форме цепи. И все это в таком шикарном золотом цвете. Ну, честно, нравится. И они не тяжелые. Какая упаковка за такие деньги? Я обязательно кому-нибудь подарю. Кстати, да, многие спрашивают, куда я это потом все одеваю. По 100 рублей. Я кладу хорошие товары в подарок за покупку на Авито. Я в каждом видео это говорю. Продукты мы съедаем. Что-то плохое, вот как печенье, мы выкидываем, потому что оно невкусное. Вот и вся история. Окей. Здесь какой интересный пакет. Я думала, там какая-то одежда, а там что-то прям... Офигеть, как это красиво. Запаковали. Хорошо. Но упаковку больше потратили, чем стоит это изделие. Посмотрите, какое ожерелье. Оно состоит из трех цепей. Большая крупная цепочка с плетением морским. И два кулона монеты. Причем монеты двусторонние. Обычно такие цепочки за такие деньги имеют монеты односторонние. Но здесь рисунок с обоих сторон и он объемный. И он разный еще причем. И на маленькой, и на большой. Потрясающе. Я не понимаю, почему это столько стоит. Это должно стоить дороже. Ой, надеюсь, все целое. Тут должна быть кружка. Пока распаковала. Полгода прошло. Спасибо за то, что в целости и сохранности кружка объемом 200 мл стеклянная. С надписью Time to drink. Кофе. Время выпить кофе. Ну, для кофейка черного прям хорош на самом деле объем. Для кофе с молочком как будто маловато. Хочется побольше, но тоже сойдет. Не супер, конечно, качественный принт. Но я не могу сказать, что он какой-то вау. Ну, на троечку из пяти, я думаю, нормально. Куда-нибудь там на работе поставить, на даче. Прям, ну, чтобы не жалко было разбить. Почему бы и нет. Стекло достаточно плотное. Ехала только очень долго. Это ее главный минус. А это моя любимая добавка к сырникам. Топпинки мягкая карамель и молочный с какао. У меня, кстати, от Махеев. Вообще, они классно сочетаются с разными десертами. Но больше всего мне нравится их сочетание с сырниками. Получается отличный завтрак, который и насыщает, и дарит хорошее настроение на весь день. И самое сложное, это выбрать вкус. Поэтому выбор очевиден. Использую сразу два. Да, это потрясающе. Вроде бы так просто, но так вкусно. Кстати, пакеты у Озона новые появились надписью Озонбанк. Я сначала уже ничего не поняла. Думала, карту Озонбанк привезли. Думаю, что нет. И да, дорогие друзья, это вот такой вот стильный браслет. С кисточкой. Который мне почему-то напоминает какой-то декор для штор. На ошейник тоже похоже. Размер прям хороший. Вот мне вот на самый минимум. Нет, так даже жмет надо на побольше. Ну, для любителей чего-то вот такого. Как думаете, в какой стиль подойдет данный браслет? Панки хой. Берем как ошейник для собак. Ну, берем на бижутерию, на бижутерию. Ну, что такое? Ну, йог-макарек. Здесь у нас совершенно другая эстетика. Девочки, серьги Барби. Самое интересное, у меня были серьги один в один. Я их покупала в далекие времена на шейн. И они на шейн стоили рублей 300. А тут на Озоне они за соточку. Такие вот пластиковые красивые сережки с блесточками. Для какого-то дисплея, да просто для настроения. Почему бы и не для тех, кто любит Барби. Качество хорошее, это пластик, серьги, гвоздики. За свою цену нареканий нет. Еще одни носочки. Надпись двусмысленная. Ну, что, ну вот что было за 100, то и взяла. Хочу кекса. Вот как понимаете, да? Вот просто кекса хочется человеку. Ну, а почему нет? Может, сладкая тоже не ест, как я. И кекса очень сильно хочется. Носки на размер 35-40. Такие вот они внутри. Достаточно плотненькие. Цвет приятный розовый. Одень к куклу. Игра на липучках. Я когда это увидела, мне кажется, я прослезилась, у меня действительно были куклы, которые их надо было вырезать, их как-то тут одевать. А это еще и на липучках. Как это все работает? Сейчас узнаем. Прикольно. Смотрите, это куколка. У нее есть липучки. Спасибо за пояснение. Также есть дополнительные липучки вот на таком блистере. И, собственно говоря, одежда, которую ты хочешь ее надеть. Надеть. Ты берешь вот так вот эту вот наклеечку, да? Сюда клеишь, да, чтобы точно попасть. Потом заотносишь плечики. Вот так наряжаешь. Вот это, наверное, что это? Это то ли пальто, то ли манто. Что это такое? Непонятно. То ли это шляпа ее. Плачу, шляпа. Наверное, вот это все-таки в цветочек налепил. Это офигеть, какой клевый набор. Конечно, ребенка улечет буквально на полчаса. Но хотя бы. Вау! Девочки мне очень нравятся. Еще у нас здесь варианты более экстравагантные. Прямо рокерша. Девочка-припевочка. Девочка-шубочка. Гламур-гламур. Морячка. И вот роковая женщина. Сейчас вот в роковуху мы ее и нарядим. Офигеть. Это что за куршеверность тут подъехала? Это просто бомбье. Заносим в топ покупок для девочек любого возраста. Потому что я в восторге. Еще и вот это вот манто меховое бы запихнуть, да? Все-таки это шапка. Девочки, я не понимаю. Девочки, куршевель уже ждет. А мы все еще не можем шляпу надеть. Девочки, все. Мы на куршевель поехали. Я ничего не знаю, кто куда, а мы туда. Мяу. Чехол, салфетка и внимание. Одна на куршевель уехала, а к другой очки с куршевеля приехали. Смотрите, что за роскошь. Леопардовые очки с черными линзами. Ну, вроде неплохо. Прямо очень даже хорошо. Я на Алике такие по 400 рублей заказывала. Видимо, сезон закончился, поэтому все распродают. Но это очень дешево за такие очки. И они у меня даже слегка большеватые. Снимать не хочется. Салфетка в комплекте суперская. Я больше всего рада чехлу. Я эти очки в машину кину, потому что мне все очки из машины постоянно куда-то пропадают. Серьги, узелки. Что-то мягкое. Такая вот маленькая штучка. Смотрите, какие маленькие гвоздики. Узелочки. Ну, не знаю. Что-то они в восторге от них. Они слишком как будто бы маленькие. Но за свою цену вроде бы качество исполнения неплохое. Они еще и практически не помяты приехали. Ну, норм. Еще один крабик для волос в таком ярком зеленом цвете. Волнистый. Очень модный. Часто его видела в запретограмме. На всяких раскладках, распаковках. Цвет был один. Видимо, все остальные разобрали. Вот только такой яркий. Мне нравится. Качество хорошее. Достаточно крепкий. Хлипко он точно не выглядит. Настроение поднимает. Супер нужная в хозяйстве вещь. Кондитерские ножки. Причем такого хорошего размера. L45 на 22. И я купила за 100 рублей. Внимание. 10 штук. Это очень дешево, чтобы вы понимали. Мы реально ими иногда пользуемся. Бывает, там какие-нибудь ролики снимаем. Что-то на разок пойдет. Другие как едаете? Потрогай. Я не отрогал. Да. Какое такое мягкое. Ну, для какого-то крема очень мягкого. Долбасу ты в них явно не засунешь, да? Там паштет. Но реально пригождается. Еще одна игра. Вот в таком виде приехала. Я не виновата. Называется Путь к мисс вселенной. Настольная игра 3 в 1. Игра-ходилка Викторина Фанты. Захватывающая серия игр. От 2 до 4 игроков требуется. Ой, я такое люблю. Тут по сути все очень просто. Путь к мисс вселенной и спорт. Супер вообще, вы слышали? Запомнили? Забыли теперь. В комплекте у нас такое вот поле для игры. Фишечки и кости, чтобы бросать и ходить. Так, у меня 5. Начало здесь. Раз, два, три, четыре, пять. А где правила-то игры? Они у нас с обратной стороны. И я попала на белую клетку. На желтой пропустить ход. Раз, два, три, четыре, пять. А на белой что? Вот сюда прилететь. Вот ты летишь в Париже. Я вот здесь. Раз, два, три, четыре. Я прилетела в город. Смотрите, тут есть значение города. Город означает название города. Нужно сказать название города. Я в Берлине. Супер. Вот так вот играешь. Мне такие игры круто куда-нибудь на дачу положить. Вспомнить о них один разочек под грозу. Потом забыть на 10 лет. Она еще так выглядит, как будто она, извините меня, из 90-х приехала. Лучше такая игра, чем никакой. Это лучший мой заказ на озон. Это брелок сосиска. Смотрите, какой реалистичный еще и подрезанный. Блин, она такая тяжеленная. Чтоб не лопнула в микроволновке или что-то. Она реально тяжелая. А колечки-то золотые. Как тебе такое, Илон Маск? Между прочим, есть карабин. Не каждый брелок таким похвастается. А прикинь, замазать ее, чтобы она воняла сосиской. Я бы свою измазать. Она очень воняет резиной. Реалистично выглядит. Я не знаю, можно какой-то пранк ей устраивать. То есть ты вот это вот выкручиваешь, она прям выкручивается. И я бы тебе вот это подкинула с утра, да бы подумала, что это реально сосиска. Скажи. Ну я бы откусил. Ну вот. Я не знаю, зачем это надо, но кому-то это надо. Мама меня, Дальчик Габбана. Смотрите, какое ожерелье. Это змеей. Красиво выглядит. Я думаю, вообще какая-то прям дешевка на вид будет. Но здесь такая цепа. Мощная. Стразики все на месте. Хороша, хороша. Единственное, тяжелая. Честно, это похоже на упаковку ватных палочек. Но это точно не они. Да? Это лучшее. Это упаковка резинок. Каково было мое удивление, когда я их нашла за 100 рублей. Потому что такие же резинки в таких же коробках, только черный и коричневый. Я покупаю по 250, по 300 в такую упаковку. Здесь у нас нежный желтый цвет и темно-желтый цвет. Хорошие резинки, хорошего реально качества. Я каждый день почти такими пользуюсь, только в обычных цветах. Тут буду ярко ходить, а почему нет? Вообще, как будто ничего нет. Но есть. Это очень маленькая брошь, вишенка. Такая тут тоненькая иголочка. Можно куда-нибудь зацепить. И будет вот такой вот красивый акцент. Вроде бы очень даже хорошо. Выполнено аккуратно. Даже нету никаких изъянов. Супер. Единственный размер, ну супер миниатюрный. Очень крохотный. Конечно же, куда без канцелярии. Я тут нашла записную книжку для девочек. Мне так понравился дизайн. Вы просто на это посмотрите. Такое все яркое, милое, розовое. Мои мысли. Это действительно прям, типа, мой дневник. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Бенджамин Франклин. Как это мило. Это прям возвращает меня в детстве. У меня было что-то похожее. Фотография обо мне. Мои логины и пароли. Нынче-то у современных детей логины и пароли есть. Мои планы на год. По месяцам можно расписать. Мое расписание. То есть мы понимаем, да, что человечек учится. А может и не учится. Важные даты и события. Несколько страниц. Каждый подарок от друга это пожелание счастья. Ричард Бах. Первый раз такое слышу. То есть можно дни рождения прописать. Ну да, и что подарили. Да, и что подарить. Понимаешь, человеку списочек ведешь такой. Офигенная книга. Даже не предполагала. Думала, обычно записная книжка. Адреса и телефоны. Тоже несколько страниц. Мои друзья. Фотографии вставляешь. Что-то пишешь о них. Мои заметки. Очень много заметок. Мои мысли и секретики. Ну точно, в книжку без замочка. Кто свои мысли запишет. На этом все. Все в основном для мыслей и секретиков здесь у нас сделано. Клевая книжка. Мне очень понравилась. Была бы я девчонкой лет десяти. Я бы точно такую хотела. А это носочки. Да, очередные. Нос прикольный. Надпись. Не говори все, что знаешь. Такое вот, знаете, небольшое пожелание. Не знаю кому, но кому-то, видимо. Хорошие, высокие носки. Большого на самом-то деле размера. Я думаю, Денису они отлично подойдут. И верхняя часть у них идет в рубчик. Усковатый, конечно, но тянутся хорошо. Еще одна игра. Фанты челлендж. Для школьников. 10+. Награда. Команда, которая составит больше слов, побеждает и получает 1 балл. Задание. А, тут разные задания. И на каждое задание своя награда. Задание. На карточке написан слог. Каждая команда должна составить слово с этим слогом. Команды называют слова по очереди. Повторяться нельзя. Если команда думает больше 3 секунд, она выбывает. Слоган, фон. Красивый фон. Мегафон. Мегафон. Ну нормально. А, слоган. А, надо слово. Ксилофон. Сексофон. Магнитофон. Все, я выиграла. На карточке есть картинка. Глядя на эту картинку, команда должна по очереди называть, что это такое, на что это похоже. Повторяться нельзя. Если команда думает больше 3 секунд, она выбывает. Ребят, на что это похоже? Пузырьки. Песочки. Окей, на этот раз выиграл ты. Теперь вы можете поиграть. Но для меня это реально пузырьки. Слушай, прикольная игра для того, чтобы принести ее в класс и как-то прикольно провести классный час. День рождения. Это реально челлендж для компании. Ну а в черном пакете что-то будет тайное. На самом-то деле здесь супер объемные серьги. Вы посмотрите, какие они мощные. Но самое главное, что они легкие. Внутри они полые, потому что это такие трубы. Вау. Стиль одним словом. Знаете, я даже примерить захотелось. У меня как раз тут второй прокол. Ни в чем. Уж красиво, да, смотрится? Ну я верхний прокол ставила, поэтому так странно. Реально очень легкие. Вообще не ощущаются. Еще носки. Я решила, что тут все носки по 100 рублей. Ну а что? Они лишними не бывают. В хозяйстве пригодятся. Вот эти как будто бы дороговатые. Надеюсь, они меньше 100 стоили. Кстати, да, здесь товары, как вы понимаете, меньше 100 рублей есть. Обычные коротенькие носочки. Очень тонкие. Они супер летние. Потому что они прозрачные. Ну пойдет на самом деле. А на тренировочку окей. А вот это неожиданно. Вы посмотрите, какое ожерелье. Какое оно большое. С каким жемчугом. И за такие небольшие деньги. И что самое главное, оно легкое. Трудь неплохо выглядит. Единственное, какой-то желтоватый жемчуг. Ну, норм. На 4 из 5. Аксессуары для маникюра от бренда Соломея. Я сейчас делаю себе натуральные ногти. Поэтому пилочка никогда не будет лишней. И тем более такая милая. У нас здесь двустороннее покрытие. И оно одинаковое по рельефу с обоих сторон. Буду сидеть вот так вот, что-нибудь подтачивать. Хорошая пилочка. Единственное, она какая-то немножко кривая. Но на ее функционал это никак не влияет. Это трэш. Это серьги-мутанты. Ну ладно, просто гиганты. Они очень большие. Чтобы вы понимали, обычно крупные серьги стоят бижутерные. Даже дороже 500 рублей. Здесь за 100. Но они не очень. Там видно клей, посмотри. То есть здесь прозрачный пластик приклеен. И видно клей. Можно считать, что это так и надо. А, это я думал рисунок. Да, вот Денис подумал, что это рисунок. Сверху также видно этот клей. Но если сосчитать, что это дизайн такой, то будет норм. Это разные товары. Вообще, это надо было в рубрику кринж-товары. Но извините. Это у нас патчи для булочек и для вишенок. Сейчас все распакуем. Для булочек у нас персики. Какое там все жидкое. Я думала, будут персики. Это обычные маски. Прям развели. Конечно, это все супер хорошо напитано. Как видите, аж все растекается. Вы когда-нибудь в своей жизни видели маску на попу? Нет? А вот теперь видели. Теперь мне интересно, как выглядят одни. Я тут думала, будут вот такие вот арбузики. Пахнет, кстати, приятно. Так, и на тетюлечке у нас. Это не то же самое. А, нет. Нет. Под сосочки есть вырез. Я вот не понимаю, неужели нельзя просто намазаться увлажняющим кремом. Вот это вот все. Хотя бы по отдельности. Вот так вот выглядит маска на грудь. Слушайте, ну хорошая. Прям для больших размеров тоже подойдет. Здесь разрез, чтобы это все комфортно надеть. И специальный вырез. Вот как-то на грудь меня больше поразило. Она какая-то более комфортная. Пахнет все абсолютно одинаково. Как будто там одинаковая пропитка. Хотя здесь нам обещали арбузики. А здесь персики. Я разочарована. Снова что-то очень маленькое. Это булавки от заглаза. Шутки шутками. Я помню, у меня были такие булавки. Может быть, выглядели они как-то иначе. Но в итоге очень форма необычная, допустим. Специальные такие булавочки с глазиками. Прикольные. Вешаем на внутреннюю часть одежды. Ходим спокойно. Снова пакет Озонбанка. И тут у нас красная нить со знаком зодиака. Весы. Естественно, там можно выбрать свой знак зодиака. Я выбрала свой. Почему знаменитости и миллионы людей в общем мире носят красную нить на левом запястье? Вот лишь несколько отзывов о красной нити. Это самый сильный оберег на сегодняшний день. Красная нить неоднократно спасала меня. Потрясающе. Она действительно работает. Короче, тут есть QR-код. Нужно почитать, как пользоваться. И вот такая вот приятная шерстяная ниточка с кулоном. Антистресс-брелок, поп-тюб, трубочка светящаяся. Я не понимаю, почему здесь два кольца и здесь одно. Прикольно. Мне нравится. Мне тоже. Себе заберу. Ну и хорошо. Нам понравилось. Раскраска мини-рулон. Здесь мы открываем ее. Порвалась, да. Мне удобно открывать, честно говоря. Ну, почти аккуратно. 70 сантиметров длина. Фишка в том, что ты как пергаментную бумагу ее вот так вот вытягиваешь и раскрашиваешь. Она еще и двусторонняя. Ладно, давайте просто ее достанем. Вот такая длинная раскраска. По идее, ты ее действительно вытягиваешь из этой коробочки и потихоньку раскрашиваешь. Где-то в дороге или, может быть, не знаю, там в детском саду. И какого-то мое удивление, что с обратной стороны есть еще дополнительный интерактив. Можно найти 10 отличий, пройти головоломку, раскраску по цифрам совершить. И также нарисовать, о чем же думают эти эльфы. Это офигеть как круто и удобно, действительно. Еще одна игра. Настольная бродилка от 3 лет. Она прям супер детская. Колобок. Также тут есть специальные фигурки, которыми можно ходить. И кости. Кости, конечно, странные, плохо видно, но 5. Раз, два, три, четыре, пять. И мы переходим на седьмую игру. Дополнительный ход. Пропусти ход. Вот, ну, она максимально простая. Вот прям совсем для маленьких детишек. Просто прошел и все. Кто я? Игра моя любимая. Варианты вопросов. Я живой, я издаю звуки. Цель игры угадать, что же у тебя написано на очках. Вы понимаете, что здесь нету карточек. И вы сами придумываете, кем будет человек, который сидит рядом с вами. В комплекте у нас 5 пар очков. О, прикольная, мексиканская. Они все в разных дизайнах. Инопланетяне, Мексика, Пинаколада, Ящерица и морская тематика. Допустим, я хочу быть инопланетянином. Я загадываю, что я... Краб. Нет, я кекс. Все, мы вот так вот надеваем. Надеюсь, это будет комфортно. Во, вообще комфортно. Это самое комфортное, что было в игре, кто я. Потому что там же обычно всякие вот такие ободки, какие-то резинки пластиковые. Самое клевое. Слушай, клевая игра, реально. Я знаю, что я кекс. По идее, я пишу для Дениса, а он отгадывает. И вот так вот стираем. И пишем заново. Ваши варианты, что это? А это дуршлаг. Для риса, для макароны. Без понятия, как он устанавливается на кастрюлю. Я надеюсь, мы разберемся, как он работает. И покажем вам в действии. По идее, он даже для промывки риса. Это даже вот здесь написано. Тут столько очков за один выпуск. Мне кажется, это уже перебор. Там какой-то продавец, видимо, устроил какую-то распродажу. Ребята, ну за 100 рублей как это можно было не купить? Да, они слегка специфичной формы. Ну, нормальные по ширине. Не могу сказать, что мне в них очень комфортно, но они не давят. Нормальные. Это даже неплохая такая движуха получается в этих очках. Слушай, как? Они даже защищают от цвета. Они еще затемняются сверху к низу. То есть, снизу они более прозрачные, а наверху, соответственно, более темные. Я смотрю сейчас на лампы, и мне глазам комфортно. Все такое приятное, теплое. Вау! Они еще здесь рифленые. Вы посмотрите на дужки. Зачем только? Непонятно. Видимо, массаж дополнительный. Еще и кейс. Ароматизатор. С тремя палочками. Манго. Сделано в Турции. Объем 40 мл. Вау! Как приятно пахнет. Я прямо сейчас не преувеличиваю. Аромат такой тропических фруктов. Не чисто манго. Или даже просто манго, да? Да, просто мякоти манго. Причем он не химозный. Он безумно такой сладкий, нежный, приятный. Ммм, это вау! Девочки, это вот то, что я уже ранее покупала. И не раз вам об этом рассказывала. Это чудо-вещь. Это надо всем. Это ершик для того, чтобы прочищать слив. И собирать оттуда всякие волосы. Я вам во влогах подробнее это показывала. Поэтому я здесь просто покажу. Вот так вот слив вставляем. Вот так крутим, крутим, крутим. Потом бах, достаем. И тут волосы, шерсть и всякая другая гадость, которая застревает в сливе, и вода плохо уходит. Нереально крутая вещь. Я уже чувствую, как это пахнет. Это ароматическое саше. Пряная корица. Знаете, вот этот сезон уютных вечеров уже близко. Это очень сильно пахнет корицей. Если вам не хватает аромата праздника, это он. Будут пахнуть все ваши вещи. Очень сильно пахнет. Очень. Прям перебор. В шкафчик повесили, и все, никакая амоль вам не страшна. Это еще один шоппер из стопроцентного хлопка. Ой, он суперстильный. Вы посмотрите. А самое главное. Рустам Халилулин. Я не знаю, кто это, но это пластический хирург. А зачем это продают? Вот, я прям поржать купила. Думаю, это продают. Но это же, наверное, шоппер, который дарят в подарок. Я вспомнила. Я была в шоке, что такое вообще есть на озон. Ребят, шоппер от пластического хирурга. Как вам такое? Рустам Халилулин. Интересный формат. Вот теперь, знаете, чуть больше. Даже есть инструкция, я так понимаю. Это у нас специальная емкость для масла. Чтобы можно было сковородочку удобно смазывать, ты сюда наливаешь растительное масло, любое, какое захочешь. И вот таким вот образом переворачиваешь данное устройство и смазываешь. Все это выполнено из силикона и есть мерное отделение. И первый раз вижу, что мы вот таким вот образом защитили крышку у любой баночки. В данном случае это гель для душа. Гель для душа от бренда Муслан. Мужской. 300 миллилитров. Очень вкусно пахнет. Прям какой-то чистотой. Безумно крутой аромат. Почему не написано с чем? Будем считать, что это аромат чистоты. Мне реально понравилось. Еще объем. Тут такой хороший. 300 миллилитров. И не тестируется на животных. Какова была моя неожиданность и приятность, когда я узнала, что можно купить там буквально за 80 рублей пенал. Не вижу никаких проблем. И моя любимая паночка. Сюда можно все, что угодно положить. Ну, допустим, карандаши хранить. Не закрывается, да? Он вот так вот затягивается. Слушай, ну и в рюкзаке это все развалится на самом деле. Ой, неудобно. Ну, конечно, что-то хорошее. Еще ведь бренда Девенты. Это хороший бренд на самом деле канцелярских товаров. Может, для термоса? Много вопросов, но вещь хорошая. Только куда и зачем? Что-то тут звенит, какие-то колокольчики. Это серьги квадратные, волнообразные, нынче модные. У Хейли Бибер похожие. Конечно же, не бижутерия у нее, но вот что-то в таком стиле. Они легкие, не супер объемные. В общем, у них идеальный размер, не большие, не маленькие. То, что нужно. О, ручка перьевая. Тоже бренд Девенты. И тут у нас, я надеюсь, уже чернила вставлены, да? Оставляйте, перьевая ручка за 90 рублей. То есть она будет работать. Или нет, надо вставить, наверное, лычочек. И все вот так вот закручиваем. Да, нет, нет, я не знаю. Ладно, сейчас посмотрим. Будем верить, что работает. Должно уже быть все просто. Сейчас все будет здесь в чернилах. И я в том числе. О! Так, друзья, ну чернила идут, но почему-то не поступают в само перо. У меня вопросики. А что такое? А в чем проблема? Ну, она какая-то бракованная. Либо я бракованная. Я не знаю, не работает у меня. Придется поставить ей дизлайк. Ой-ой-ой-ой. Что-то супер тяжелое. Девочки, это клей Элмерс. Представляете? За 100 рублей. Мне так было интересно его заказать. Посмотреть дата производства. Май 2020 года. Этому клею уже 4 года, вы представляете? Поэтому его просто продают за копейки какие-то. Срок годности 3 года. И он уже просроченный. Он просрочен, ну, примерно где-то на полтора года. Он еще, смотри, какой грязный. Ну, слаймик, наверное, можно сделать. Еще у него цвет металлический. Ранее он стоил косарь. А сейчас за сотку забирай, пожалуйста. Кстати, я хотела купить ирабурат натрия и забыла. Слаймик мы сделаем. Еще одна хигнюшка. Но, возможно, она кого-то порадует. Это вот такой вот Дональд Дак антистресс. Его можно так прикрепить. Он, кстати, не лепится. Типа прилипала, которая не прилипает. Но тут поптьюбы. По идее, это еще должен быть брелок, но здесь нет почему-то брелка. И вы поняли, да? На стекло, наверное, можно прилепить, но на стол, к сожалению, никак. Вот так можно делать. Тяжело сгибаются. А нормально поиграть 5 минут ребенку вообще в кайф. Или мистеру-оператору. Он тоже такое любит. Еще один аксессуар. Это же прям какая-то супер эстетика. Вы посмотрите, какое красивое ожерелье. Во-первых, у нас тут роскошная жемчуга. Красивый нежный розовый бантик. И вот такая вот красивая штучка в виде сердечка. Правда, с крестом. Но это точно какая-то эстетика из Пинтерест. Еще один блокнот. Он уже в стиле офиса. Так называется мой офис. Записная книжка. Здесь просто белые листы. Это, слушайте, супер находка. Такой даже, можно сказать, эстетичный вариант блокнота. Чисто для каких-то заметок. И здесь 64 листа. Берем. Кто знает, что это? Открывашка для банок. У меня, кстати, когда-то такой гаджет был. У нас раньше стояла тут стойка типа барная. И к ней была прикреплена вот такая же бандура. Фишка в чем? Ты берешь какую-то консервную банку. Вот сюда ее заводишь и прокручиваешь. Это обязательно нужно куда-то прикрепить. Тут в комплекте есть такой двусторонний скотч. И действительно, она работает. Мы постараемся дома что-то найти. Как-то открыть этой штукой. Будем держать, потому что крепить никуда не хочется. Но если силенок не хватает и не хочется брать полотенца, по идее, должна помогать. Фишка в том, что здесь стоят вот такие зубчики. Они прям опасные. Лучше не трогать. И за счет этого банка легко открывается. Раньше вот этот гаджет стоил рублей 600. Как еще дешевее, да? Мистер Твистер. Развивающая игра для пальцев. Рук. Да, это не тот твистер, про который все подумали. Но суть-то такая же. У нас такое игровое поле. Кость. И ты выбираешь, за кого ты ходишь. А, или как? Правила игры. Число, выпавшее на кубике, указывает на палец руки, который надо поставить на кружок. В соответствии с выпавшим на нем числом, все игроки ставят свой палец на кружок объявленного цвета в первом ряду игрового поля. Так, мы ставим с тобой третий. Это средний палец. А куда? А как цвет выбирается? На синий вот сюда. Зеленый тут будет? Нет. А, игрок, получивший по жребию право начать игру, объявляет цвет, куда поставить. Мы ставим на зеленый цвет и кидаем. Снова три, значит ставим указательный палец на зеленый цвет. И ты ставишь сюда. Первый ряд. Указательный, Денис. Ой, средний. Далее. Я снова кидаю. И мы сейчас ставим на красное. Ставим мы второй палец, это указательный, на красное. Все поставили. В общем, ход игры бы уловили. На зеленый будем ставить. Давай. Вот это, да? Пятый, это мизинец. На зеленый, да. Я не могу, я не могу, ребята. Я уже все. У меня уже лишний палец тут, извините меня. Это, конечно, опасно для ваших пальцев. Ой, хозяйственная покупка. Это пакет с пакетами. А если быть точнее, с бахилами на какие-либо тарелки. Вам кажется, что это шапочка? А вам кажется, это не шапочка, она маленькая на голову разорвалась. Это специальные пакетики, чтобы прикрывать еду в холодильнике. Ну, или на столе где-нибудь, видите? Вот так вот бах. И на кружечку надел. И никакая муха в кружечку не сядет, потому что все под защитой. Здесь сто штук, и на самом деле хватает надолго. Куроми. Угу. Это у нас набор от конфитрейт с брелком и наклейками. А еда будет? Еды нету, как так? Они вкусняшки делают и без еды. Такой здесь брелок. И вот такие наклейки. Ну, как-то вот без мармелада грустно. Обычно все-таки-то еще мармеладки были. Идентичный набор, только уже с Миланой. А, нет. Здесь тоже должен быть брелок и наклейки. А, здесь не наклейки, здесь аксессуар. Смотрите, какой брелок с алмазом. И вот такое кольцо. Я люблю тебя, пластиковое. У меня даже на мизинчик подошло. Свечка. Угу. Как же ты догадался? Арома кэндл. С ароматом табак и ваниль. Объем 100 мл. И деревянный фитиль, между прочим. Ой, как сильно пахнет. Прям аромат суперяркий. Пахнет ресторанчиком каким-то. Ну, давай подожгем. Шок. Она еще и потрескивает, действительно. За такие деньги. Послушайте. Не сильно, конечно, там трещит. Но все-таки имеется какой-то звук. Хорошая свеча. Так, чисто на фон куда-нибудь поставить. Она еще действительно ароматная. Еще одна свечка. Но на этот раз это у нас морской бриз в банке. Банка прозрачная. Выглядит, конечно, не очень. Но почему нет? Ой, фу. Она сильно пахнет парафином. Вы знаете, как любая свеча из фикс-прайса. Ой, как она тлит. Ну, пойдет. Если ту можно взять на подарок, эту на подарок не возьмешь. Я так понимаю, от того же производителя. Только уже сладкая клубника в банке. Ну да, пахнет чуть-чуть клубничкой и очень сильно парафином. Ну, горит. Главное, она пополняет свою функцию. Очень даже хорошо горит. И, внимание, свеча консервной банки. Домашний лимонад. И первый раз такое вижу. Фитиль деревянный. Это интересно, что такое. Пахнет вкусно. Реально таким вот кисленьким лимоном. Знаете, я поняла, запах чего она мне напоминает. Какого-то специального средства от комаров. Будем комаров травить. Горит свеча ужасно. Тухнет. Она уже затухла. Но она не горит. Какая-то отрава, а не свеча. Реально комаров травить. Вот это вообще что-то интересное. 120 коротких сказок аудио плюс текст. Я так понимаю, здесь будет какой-то QR-код. Мы сейчас с вами это будем где-то слушать. По факту вот карточка. Можете попробовать сканировать это все. Сказки 3-5 лет, сказки 5-7 лет, аудио сказки 3-5 и аудио сказки 5-7. Внимание, работаем. Открывается какой-то сайт. Интересно было, что за платформа. А платформа просто сайт. 50 карточек.ру Ну давай, прогружайся. У меня номер карточки 4026. Не работает. Но это пока что. Я надеюсь, что в скором времени все заработает. Ладно, пробуем другую. Вот сказочка. Короче, смотрите, в чем фишка. Ты каждый раз сканируешь QR-код. И каждый раз тебе открывается новая сказка. Они не повторяются. И автоматически открываются. Давайте еще раз что-нибудь. Сканируем, допустим, сказки 5-7 лет. Большая кошка во дворе. И вот так вот ее читаешь. То есть это не аудио сказка, это уже ты сам читаешь. Ну небольшая, слушай. Клево. Норвежская сказка. Жил когда-то в Финмарке человек, который поймал белого медведя и повел его в Даню на королевский двор. На этом сказочка и заканчивается, потому что слишком много времени одному товару. Вечная и крутейшая оставлю где-нибудь, буду слушать. А тут у нас ни много ни мало универсальная щетка для уборки. Вы когда-нибудь такое видели? Как будто много-много зубных щеточек в одной. Мы вот эту зубную щеточку вот так вот куда-нибудь помещаем и вот так вот натираем. Зубчики жесткие. Прям хорошо можно что-то потереть. Она для этого и создана. То есть какие-то трубы почистить. Вообще, мне кажется, ей идеально кран будет вычищать. Она как гусеница маленькая. Можно и вот так что-то где-то почистить, поработать. Работает хорошо. Еще одни носки. Да что ж такое? Девочки и мальчики, встречайте. Ой, какие стилевые вы. Посмотрите, меланж. Темно-синий. А верхушка-то какая прикольная. Так вот все закатывается. И тянутся-то как прекрасные. А далее у нас еще один крабик. Причем не простой, а для, так скажем, высокого хвоста. Мы сейчас его сразу с вами затестируем. Хочется посмотреть на него в деле. Во-первых, он матовый. А во-вторых, он работает следующим образом. Вот так вот раскрывается. Волосы собираются. И это у нас все имеет вообще-то вот такую вот функцию оболзеть на пружинке. Работает это примерно следующим образом. Конечно, нужно как-то это все сделать поаккуратнее, но смысл, я думаю, вы поняли. А мне нравится. Я бы даже вот так и осталась. Как тебе? Хорошо. Мне тоже нравится. Я прям ждала этот крабик. Потому что сейчас такая тема прям форсится в текутоках. Всякие прически с этим делают. Ну, это супер. Кажется, мы сейчас порадуем фуничку. Вообще, это брелок. Очень милый, синенький. Похож на какого-то чувачка из улицы Сизам. Глазастенький, с ушками. Все как надо. Игрушка мягко набивная. Чудо-юдо синий. И хвостик-то какой. Слушайте еще, как глазки делают. Фуничка, у меня для тебя подарок. Смотри, ну каждый выпуск я тебе дарю что-то. Пойдем. Маффа, я тут на фол целый пакет. Мне кажется, подарки в нем. Фуня, какая штучка. Маффа, это чудо-юдо для меня. Смотри, Фуничка, я его запускаю. Не успела. Он запускает в небо. Фуничка, давай, Пынь. Я его запустила с Фуни. Так, это что такое? Это что, это подарок? И без меня? Футик, почему все тебе? Я не понимаю. Он всегда так сталшим, ничего. А младшим все. Слушайте, ну ему очень понравилось. Ну а мы продолжаем распаковку. У нас тут распакованные уже почему-то ободки. Набор шелковых ободков в бордовом цвете. И набор их, значит, два. Вообще, мне кажется, они предназначены для какого-то творчества. Ты их купил как основу. И потом ты там что-то добавляешь. Либо просто используешь вот так вот, как аксессуар. Слушайте, ну неплохой ободок. Он полностью обшит. Здесь даже с внутренней стороны нет следов клея, как это частенько бывает. И здесь еще один набор ободков. Мне понравилась цена. Там отзывы были хорошие. На этот раз тут три ободка. Набор ободков в кремовом цвете. Мне кажется, их должно было быть два, но их почему-то три. То есть это тот же самый продавец. Смотрите, как аккуратно все это выполнено. И также можно использовать как основу, а можно просто как полноценный ободок. Это же красиво. Я сейчас принаряжусь тут к концу ролика. Буду в сережках, в ободках. Но пока что этого достаточно. Тут еще одна круженция подъехала. Это просто топ. Это вообще... Я не понимаю, почему такой прайс. Но эта кружка это лучшее, что можно подпределить. Ребята, это кружка мем. Медведь! Без комментариев. Я думаю, все знают этот мем. Она потрясающая. Еще и качество печати какое хорошее. Смотри, как круто. Найдена лучшая покупка ever в этом видео. Это лучшее. Ничего лучше быть не может. Это лучшая кружка. Снова бижутерия. Здесь у нас такое ожерелье с мишкой. По типу bear brick. И вот такие вот стразики. Ну, в общем, ожерелье на самом деле на любителя максимально. Какие-то булавки. Какие-то цепи, не цепи. Ну, пойдет. Здесь гвоздики. Такие вот золотые капельки. Ну, честно, дешево выглядят. Наверное, их бы я рекомендовать не стала. И цвет у них золотой какой-то с зеленым подтоном. Не пойдет. Тут будет еще один Элмерс. Интересно, какого года рождения он? Девчонки, мальчишки, вот он всемогущий. Тут, к сожалению, этикетками все скрыто. Какой год рождения? Ну, думаю, тоже 20-й. Ну, да, он не такой грязный. Просто смываемый зеленый клей Элмерс. 147 литров. Миллионы стоил раньше. Я вам говорю, кто не закрыл гешталь с клеем Элмерс, вот сейчас вы можете это сделать, потому что, ну, 5 лет назад он стоил просто миллионы. Фигурки Лего. Вообще должна была быть только золотая фигурка. Это просто я в шоке, я тоже не поняла, как это может стоить таких денег небольших. Но тут еще подставка для нее. Типа выставочный стенд и золотая фигурка Лего. Конечно же, это не оригинал, но даже для неоригинала это бы дешево. Ну, как-то вот так. Потому что не уверена, что это должно ставиться вот сюда. Мне кажется, ну, просто вот так вот чпоньк. Крышечкой закрываем. Вот тебе выставочный экспонат на какую-нибудь полочку. Ну, это сюда. Цепляем, чтобы не потерялось. И нормально. А это, извините, у меня еще один бриллиант. Юбка Зара. Но стоила меньше 100 рублей, что-то там 90 с чем-то. Я не понимаю, как вещь может столько стоить. Но, наверное, сейчас пойму, потому что это какое-то ужасное качество. 79,90 каких-то денег это стоило. Смотрите, этикетка реально Зара. Это прям-то выглядит все очень печально. Ну, конечно, все печально выглядит. Какой-то Битл Джуз. Сделано в Марокко, размер L. Она прозрачная. Я не знаю. Примерим ее с теми синими бриджами. Я думаю, будет супер вообще просто. Типа шторки для ванн. Да, идеальный комплект. Конечно, это тряпка. Мне было интересно посмотреть на эту тряпку. Я думаю, что даже эту тряпку можно с черным подъюбником как-то прикольно обыграть. Потому что, ну, качество тут не такое уж и плохое. В плане того, что сшито аккуратно. Конечно же, это галимый полиэстер. Но это стоило 90 рублей. В хозяйстве все пригодится. В том числе еще одна овощечистка. Мне кажется, в каждом видео все по 100 рублей. У меня есть какой-нибудь нос. Какая-нибудь овощечистка. Мне вот это напомнило овощечистки из Икеи. Она аккуратно сделана. У нее удобная ручка. У нее хорошее лезвие. У нее нету никаких заусенцев. Есть специальный вот такой вот плавничок, чтобы надрезать какие-нибудь апельсинчики, мандаринчики, глазки из картошки выковыривать. Норм. Это лучшая покупка. Внимание. Акукаратчо. На-на-на-на-на-на-на. Это макарас. Маракас. Прочее говоря, музыкальный инструмент. Деревянный, между прочим. Ты у нас имеешь тут очень хороший музыкальный слух. Маша, это такой звук издает. Вот эта штучка. Мне она точно нужна. Фунечка раз. Фунечка два. Фунечка три. Давай. Оп. Это точно моя новая лучшая игрушка. Девочки, это просто прикольный прикол. Настоящий жеребец. Холода не боится. И это у нас бомбочки для ванны с ароматом Bubblegum. Ну, такой подарок с намеком. Без комментариев. Вот это. Это нужно всем. Я прямо сейчас это наклею. Это наклейки светоотражающие на любую верхнюю одежду, на рюкзаки. Чтобы вас было видно. Куда пришли на лоб? Слушай, я не знаю, куда это приклеить. Я, наверное, приклею на поводки у собак. Пойдемте это сделаем. Я немножко оговорилась. Клеить будем не на поводки, а на шлеечку. Заодно проверим клеющие способности. Фунечка, не боись. Это хорошая штучка. Мы вот так вот на тебя наклеим. Аккуратненько. Чтобы, когда ехала машина, с помощью этой штучки было видно, что идет вот такой вот фунтик. Потому что свет будет отражаться. Да нормально все своими лапками. И приклеим, наверное, куда-нибудь вот сюда. Фунечка с этой стороны, да. Но, честно, клеится не очень хорошо. У нас были наклейки из FixPrice. Они клеили фунтик. Слушай, эти как будто давно лежали. Иди сюда, парни. Отклеиваются, да. Они отклеиваются, правда. Вот все. Вещь полезная, но не эта, потому что эта, к сожалению, уже высохла. А мы сейчас будем баксику клеить. Вот сюда приклеим аккуратненько. Что это вы такие послушные? А потому что кто-то сегодня вкусно покушал уже, да. И ждет уже свой ужин. Ребят, у нас у пацанов сейчас ужин должен быть. Мы тут, извините меня, что-то клеим. На лапку можно наклеить. Все, ты теперь сегодня у нас дежурный на кухне. С тебя и да. И себе, и нам хорошо. Нечер суп готовишь. Договорились? Суп приготовишь? Все, говорит, приготовит. Эти не рекомендую, но в целом эта вещь полезная. А тут у нас игра «Шестое чувство». Можно играть даже одному. Проверь свою интуицию. Тест-квест. Прикольно. Я поняла, как играть сразу же, наверное. Вопросики. Что показывают по телевизору? Новости, футбол, фильм, рекламу. Я думаю, показывают футбол, а показывают новости. Мы не угадали. Кем приходятся друг другу мальчики? Друзьями, братьями, дядей и племянникам? Кузенами. Кузенами. Друзьями. Четвертый вариант. И Денис был прав. Что у девушки закрыто? Усы, цветок, мороженое, бусы. Усы. Мое «Шестое чувство» меня подводит. Что в шкатулке? Фотографии, деньги, камешки. Пусто. Пусто. Камешки. Денис! Все! С тобой невозможно играть. Ты все угадываешь. Офигенская игра. Даже можно играть одному там, поразвлекаться где-то в поезде, в машине, в самолете. Я не знаю. 100% полный рекомендацион. Не понимаю, зачем эти карточки, но да ладно. А тут у нас милые заколочки. На самом деле не милые, а просто функциональные. Это большие невидимки. Чтобы, знаете, выбирать волосы, которые сзади находятся. То есть ты собрала такая пучок, а вот здесь же все время что-то вот так вот свисает. Мне кажется, вот эта заколка должна помочь. 4 штуки за такие деньги. Учитывая их размер, нормально. Я ждала его. Это маленький брелок на сумку в виде сумки. Причем, смотрите, у него дизайн напоминает слегка Louis Vuitton. Цветочки, карабинчик, кисточка. Еще вот такая штучка есть, чтобы повесить. Это для чего? Это просто брелок. Вообще, мне кажется, можно использовать как чехол для Airpods, потому что по размеру подходит. И это даже чемоданчик, портфель. Вы посмотрите, даже ручка такая есть. Мило. Еще одна прикольная вещь для волос. Это заколка. Они там есть в разных цветах. Я взяла серу. В общем, сюда продеваются волосы. И ты вот так вот обворачиваешь это все. И происходит какое-то чудо. Тут даже есть инструкция. Я, наверное, разберусь, как это все работает. И мы вам отдельно это все подснимем. Чисто с неба свалилась еще одна пара очков. Так еще и в футляре. На этот раз у нас снова темно-коричневые очки с градиентными стеклами. Салфетка в комплекте голубая. Это клевые очки и комфортные. Я не понимаю, в чем прикол? Я даже в них хочу остаться, потому что они еще и классной формы. И мне кажется, они мне подходят. Это 100% лайк. Как вы думаете, что это такое? Пердушка. Это у нас прихватка. Три в одно. Я вот только не понимаю, где третья функциональность. Вот это у нас прихватка. То есть мы берем такую силиконовую. Ну, неудобно. Ну, ладно. Далее. Тут у нас специально есть горлышко. Можно использовать, чтобы заливать что-то в узкую емкость. А третий функционал. Мне не понятен, что это. Натереть здесь что-то можно или что? Вот, пожалуйста, дайте знать. Третий вариант функциональности этого девайса. Фигня какая-то. Выброс денег. Два пакета. В первом пакете у нас маленькие сережки перламутровые в виде сердечек. Ой, ну это прелесть. Смотрите, какие они аккуратные. Пришли в идеальном состоянии. Еще и с дополнительными крепежами. Это точно стоит брать. А во втором пакете еще одни серьги-гвоздики. Но противоположности им. Если те выглядели не на свои деньги, а дороже, то эти выглядят прям как супер дешевка. Это мы не берем. Вау. Вау. Что у нас тут такое красивое? В каждом пакетике у нас идет карандаш от Диваша. Вообще эти карандаши стоят порядка 250-300 рублей за штуку. Тут, видимо, была какая-то распродажа. И все эти карандаши стоили по 80 рублей. У меня здесь оттенок 03, беш, 01 пинг и 08 спайси. 0,8, 0,3 и, внимание, 0,1 оттенок. Он самый светлый. Честно, мне больше всего нравится третий оттенок. Потому что, как по мне, он самый такой базовый, универсальный. Первый светленький, но тоже такое сойдет. А вот восьмой он такой насыщенно корычневый. Немножечко с кирпичным каким-то потоном. Карандашами я такими пользовалась. Они хорошо на губах держатся. И за свою цену они прям вполне себе ок. Они деревянные, мягко рисуют. Но третий так вообще бомба. То, что нужно, мне кажется, практически каждой девчонке. Спонжик для макияжа. Он даже мягкий, в сухом состоянии. Что будет, если его намочить? А он превратится просто в огромный спонж для макияжа. Посмотрите, какой он большой стал. Помните, какой он был секунду назад и какой он огромный сейчас? Хороший спонж, действительно мягкий, приятный. Я в шоке, что он столько стоит. Вообще, закончится бюджетерия сегодня? Я такой же чокер видела на Алишке за 300 или за 400 рублей. Обычный черный бархатный. Но тут самая главная фишка. Это в огромном сердце. Я боялась, что он будет какой-то супер несусветный, тяжелый. Нет, он внутри 100% пустой. Он пластиковый, поэтому практически не ощущается. Осталось только в золотом цвете, но, мне кажется, было и в серебряном. Надо добавить в избранное и подождать. Еще немножко канцелярии. Это гелевые ручки с блестками. Здесь у нас 6 цветов. Сейчас все затестируем. Шестрый, как это все блестит. Прикольно. Желтый, розовый. Плохо они рисуют. Видите, пришивят. Фиолетовый. Самый красивый. Он такой волшебный. Мягко пишут. Синий. Тоже балдежный. Представляете, такой ручкой написать в тетраде, как учителя будут рады. Зеленый. Хороший. Кстати, эту ручку можно использовать для русского языка, для грамматики и т.д. С блестками, конечно, но что поделать. Черная. Черная как будто мало. Блесточек нет. Вот пошли, пошли, пошли. Но главное, что все рабочие. Еще одна баночка. Внимание, здесь у нас гель для душа. Бренд называется Трио Био Фьюжн Стори. Очищение и увлажнение. Экстракт сельдерея, груши и фиалки. Сочетание на любителя. Но вот аромат. Это просто пахнет грушей. Очень свежо и по-летнему. Аромату ставлю лайк. Способы дезинфекции губки. Тут губки в таком вот интересном формате. Они прикольные и спрессованные. И кажется, одна губочка уже выросла. У нас тут есть тирожное, мороженое, мохито и баблти. Когда их наполняешь водой, она увеличивается. Становится вот такой вот губкой для мытья посуды. Также с каждой губкой есть ниточка, на которую ты можешь подвесить эту губку. Мягкая, приятная, хоть тельце мой. Как ты думаешь, что это такое? Внимание, легким движением руки. Да, у нас из такого вот маленького, доударенького чехольчика появляется пакет полосатый. Сумка-шоппер. Ну, реально, как пакет из пятерочки. Слушай, да нормально, тут запихал всего, да и пошел. Клей, кружка. Загрузилась? Загрузилась. Можно идти в гости. А вот этот кармашек можно использовать как дополнительный карман для мелочей. А слушай, неудобно, неудобно, потому что с этой стороны надо все заталкивать. Нет, вот это вот бесполезно. Пойдет вообще неплохо. Качество, конечно, оно такое, оно шуршавое просто, как обычный пакет шуршит. Нет, это рукавица для мытья посуды с металлическим волокном. То есть ты берешь вот так вот на ручку, надеваешь, сюда средство наливаешь и наяриваешь ты свои кастрюли. Вот так вот натираешь и балдеешь. Кстати, рука там очень сильно посеет, вот буквально за минуту. Да, из-за того, что тут пленка, все вспотело. Маникюр не скажет спасибо, но мне кажется, кастрюли помоются быстрее, чем с обычной губкой, потому что процесс пойдет намного-намного резче. Ой, так интересно, кто так пахнет? Непонятно. Кстати, выполнена она неплохо, и даже есть специальная петелька, чтобы куда-то подвесить. Для меня это открытие, я не знала, что такое существует. Я думаю, вы знаете, что я люблю организацию холодильника. Я всегда искала подобный органайзер, но никогда не находила. А тут вот в этой рубрике по 100 рублей нашла. Еще были в голубом цвете, но я подумала, что пока что мне двух достаточно. Так что заказала розовый и зеленый. Это органайзеры для холодильника, чтобы вот так вот хранить бутылочки с водой. Они также ставятся друг на дружку и закрепляются. Но можно и по одному органайзеру на полку ставить, в зависимости от того, какой высоты полка. 100 рублей это реальная вещь. Единственное, что очень жаль, что нету прозрачных или белых за эти деньги. Я уверена, что они существуют, но стоят, наверное, намного дороже. Теперь главное посмотреть, как это все работает в холодильнике. Собственно говоря, как-то так выглядит этот девайс в холодильнике. На самом деле у нас глубокий холодильник. Из-за этого здесь, наверное, поместится два ряда вот этих вот подставок органайзеров по бутылке. Вроде бы на самом деле удобно, потому что вот так вот бутылки просто друг на друга не положить. Они начинают растекаться по полке, а так как бы место сохраняется. Мне на самом деле понравилось. Единственное, хотелось бы их в минималистичном цвете каком-нибудь. А так я бы лайк поставила и покупки рекомендовала, тем более за такой прайс. У меня тут целая колода различных игр. Вернее, стопка. Игра фанты. Выложить в соцсеть. Что же надо выложить в соцсеть? Сними видео, в котором ты призываешь сохранить популяцию африканских хомячков. Выложи его в социальную сеть, в которой сидишь чаще всего. Девочки, по-моему, это отлично. Это надо играть именно в компании блогеров. Скажите, изобрази при помощи пантомимы любое животное с тем, кто догадается первым. Сделай селфи и выложи в соцсеть. Я думаю, вы уловили связь. Тут везде различные задания. И ты выкладываешь эти задания куда? Правильно, в соцсеть. Загадки, обманки в стихах. Изобрази человека, который убегает от динозавра. Читать. Я достану с полки книжку про мышонка и зайчишку. Рядышком со мною сядь, будем вместе сказку. Это надо было продолжить читать. А здесь типа изобразить. Это типа игра 2 в 1. С одной стороны карты одно задание, с другой другое. И они совершенно из разных уровней. Здесь нужно изобразить кота, который выгнал спинку. А с другой стороны карты. В животе вдруг заурчало или даже заворчало. Не буду я от вас скрывать, нужно мне сейчас посрать. Да, но только тут покушать. Как-то не складно, не ладно. Да, вариант Дениса был как-то повеселее. Следующая игра называется СДР, короче. Это тоже фанты. Раздели на две команды. Команды по очереди вспоминают всех рэп-исполнителей. Повторяться нельзя. Команда, которая долгое время может называть исполнителя, проигрывать. Ну, короче, такие задания, чтобы твоя ДР-шка была не слишком скучной и нудной. Следующая задача называется Разминка. Задание тут следующее. Тот, кто вытянул эту карту, должен провести небольшую зарядку для всех собравшихся. А чтобы было веселее, включите быструю зажигательную музыку. Круто. Ну, реально прикольно. Ну, в ДР еще зарядку провел. Снайпер задания имеется. Задание отгадай кто. Именинник садится на стул, ему завязывают глаза, затем участники по очереди подходят к нему. Задача виновника торжества на ощупь определить, кто стоит перед ним. Блин, это прикольно. Эта игра для томаты можно использовать еще и на свадьбах. Вкусненько. Тот, кто вытянул эту карту, должен съесть без помощи рук блюдо, которое выберет для него именинник. Это реально задание для томаты. Уважаемые томаты. Вот, пожалуйста, если вы уже не знаете, какие конкурсы проводить, берем. Следующая игра сочинялки. Так, внимание. Светило яркое солнце. Мистер сдобная печенька подрумянивался на сахарном облаке. Вдруг облако начало таять. Печенька полетел вниз и приземлился в... Тут нужно продолжить фразу. Приземлился он в канаву. Там он растаял. Его никто не съел. Это была ужасная жизнь печеньки. Супер игра. Можно брать, развлекаться весь вечер. И последняя игра называется Дрыгалки. Веселись, танцуй. Исполни танец человека, который очень давно не танцевал. Это буквально каждый раз, когда я танцую. Оператор уже танцует. Представь, что ты это дуб и покажи, как дубы танцуют. Дубы танцуют вот так просто, покачиваются. Танцуй, как человек, который куда-то сильно торопится. Это же прикольно. Это тоже можно брать на различные мероприятия. По типу свадьб, корпоративу, дни рождения. Скоро вот Новый год. Заказываем такие игры и ваш корпоратив будет чуточку веселее. А сейчас лампочка, которая работает от USB. Это типа лампочка для чтения. Работает! У нее один режим, она просто вставляется в USB. И горит. Ночник. Круто. Ну куда без пилочек? Давайте начнем с необычной, с китайской, стеклянной нано-пилки. Вот даже это слово-сочетание меня уже пугает. Вот так она выглядит. Это китайская стеклянная нано-пилка. Что-то она мне не нравится. Ну под ногтями можно поковыряться. Нет, что-то прям вообще не для нас, не для нас. Вот, идеально. Пилочки опи в наборе три штуки. С разной степенью покрытия. Стоит 180. Идеальный. Такие обычно еще бесплатно выдают после маникюра. Потому что они там одноразовые. Бомба. Обожаю такие пилки, потому что они тонкие. Везде разложил. Идеально. А теперь давайте узнаем, что же в этом пакете. Красная жара. Носки. Это вообще носки не из этого видео. Помните, когда я делала образы сазон? Я потеряла носки розовые. Вот они нашлись. Они просто попали не в свой мир. Они стоят 200 рублей. Они не стоят 100 рублей. Но я их нашла. Вот они, эти капронки. Такие пакетики. Угу. Данный девайс, я думаю, уже многие знают, кто смотрит мой канал. Но в любом случае я вам его покажу. Это керлер для того, чтобы прокрашивать реснички, а также их расчесывать. Ну вот так вот эту штучку сюда ставим. И фигачим тушью. Реснички загибаются вот таким вот образом. И не пачкают веком. Далее, если что-то где-то слиплось, мы используем вот эти зубчики. И прочесываем эти реснички. Вещь клевая, но потом она тут грязная. Ее надо постоянно мыть. Учтите это. Максимально полезная вещь в доме. И не только в доме. Сантиметр. Обычный швейный сантиметр. 150 длиной. А это, между прочим, вот такая вот красивая резинка для волос. Но она декоративная. Поэтому ты просто сначала делаешь хвост. А потом для красоты бахаешь вот эту резиночку. Качество хорошее. Растягивается? Растягивается. Это то, чего я обоялась больше всего. Лифтинг полоски для век 18 суток. Я думаю, вы все слышали про азиатский макияж. И что они себе свое двойное веко убирают с помощью вот этих полосок. Здесь какой-то девайс. Не знаю, как это работает. Они двусторонние, да? Я думаю. Это защитный слой. А, это и была лифтинг полоска, что ли? Как-то должно склеить мои глаза. Не понимаю. А как, если она с одной стороны липкая? Значит, с этой стороны тоже должна быть липкая. Я ничего не понимаю. Если я разберусь, как это работает, я вам тут вставлю видео. Но если я ничего не вставила, значит, я не разобралась, как это работает. Я думала, не знаете, как двусторонний скотч. То есть, ты отклеил, приклеил, потом отклеил и как-то там приподнял. Нет, это так не работает. Там одна липкая сторона. Внимание. В общем, это специальная насадка на сгущёнку, на кетчуп, на майонез. Для того, чтобы красиво полить блюдо своим любимым соусом. Большая насадка. Поэтому вот так вот накручиваем и подкручиваем. Тут у нас есть специальные такие дырочки. Вообще, мне кажется, подойдёт больше для майонеза, чтобы красиво салаты полить и подать. Но мы проверим на кетчупе, потому что он яркий. Это некрасиво получается. Вот это пахнет вкусно. Так, ладно. Что-то фигня какая-то вообще. Я вот давлю и пытаюсь это делать аккуратно. Ну вот что-то. Отсюда, смотри, вообще прям, ну, серёд. Ну, прям серёд из середины. Это развод на деньги. Да, это стоило 100 рублей. Ну, что за хлам? Я же это выкину. Даже никому это не отдам. Не подарил, потому что он прям, ну, какашка. Ну, и девочки-мальчики, моя любимая. Бальзамы для губ. Вообще, очень много бальзамов для губ за 100 рублей. Я постаралась выбрать те, которым, ну, я как бы доверяю. Вот такой вот детский бальзам для губ. Магия против льда и холода. Пахнет приятно. Не то конфетами, не то ванилью, чем-то сладким. Пусть, ну, жирненький. И главное, что хорошо переносится на кожу, значит, на губы тоже. Потому что бывают суперсухие бальзамы. Вводишь-водишь по губам, а губы не сухие. Следующий бальзам вообще называется «Стройная защита». Профилактика простуды, регенерация и защита от ультрафиолета. Такого цвета необычного. Это очень желтый. Ну, вот он как раз-таки из тех, которые не очень хорошо переносится. Видите? Пахнет неприятно чем-то пчелиным. Масло минеральное, масло касторовое, воск, канделинский, ланолин, церезин, парафин, масло шип, чилины, воск, гель, алоэ вера, календула. Состав, кстати, неплохой. Но вот ароматизатора не хватило. Потому что пахнет какой-то мятой и прополисом. Короче, надо попробовать его в действии. Тогда я только смогу сказать, ок, не ок. А кто пробовал, напишите в комментариях, понравился вам он или нет. Далее. Это у нас детский гель для душа. Но мне так понравились упаковки, что я решила заказать посмотреть. Выбрала два аромата. Один, по-моему, классический, типа оригинальный. А другой какой-то суперароматный. Начнем с этой коробочки. О, тоже большой. Для мальчиков с ароматом яркого ананаса. Гель для купания. Почему для мальчиков? Девочку нельзя. Тут, кстати, тоже 400 мл. Объемчик внушительный. Приятный аромат. И посмотрите, он прозрачный. То есть нет никаких дополнительных красителей, что, мне кажется, для малышей отличная тема. Действительно приятный, сладкий, такой нежный аромат. И, главное, не вычурный. А-а-а! Вот, еще от этого же бренда My Teddy есть вот простой аромат. А эти все-таки поинтереснее. Тут уже гель для девочек сочная манга. Обратите внимание, гель тоже прозрачный. Содержит натуральные экстракты и масла, которые защищают кожу от пересыхания. Экстракты увлажняют и питают кожу малыша, борются с неблагоприятным воздействием в окружающей среде. И малыш ваш благодарит, и он счастлив. Так и написано. Это пахнет жвачкой, лафы, с клубника, банан. Не знаю, где манга, но аромат прям как в детстве. Понюхай, думаю, тебе понравится. Я, как девочка, выбираю этот аромат. Тебе ананас достанется. Искупаем маленькую девчонку Машу с этим гелем. Как тебе зашло? Да вкусно. Мне тоже очень понравилось. Еще один вариант товара за 100 рублей. Это детская гель мыла 2 в 1. Нравится, что все запаковано. И, внимание, здесь у нас уже почему-то 200 мл подходит для малышей с нуля плюс. И содержит экстракт ромашки. Нежное очищение без красителя и без пробенов. Тот же бренд. Это как утенок пахнет. Я думаю, у всех был такой шампунь или гель для купания утенок. Вот, это прям он. Следующий лот. За лучшую позицию за 100 рублей. Это, конечно же, маска для сна. Мне показалось в карточке товара, что она будет более объемная. Но по факту, да, конечно, имеет некоторые формы. Очертания лица. Смотрите, специальность выемка под нос. Такие глаза, как у мухи. Но она чуть-чуть меня разочаровала. Именно в плане того, что думала она будет прям такая супер пушистая. Из плюсов. Здесь резинка сзади. И она на липучках. Что на самом деле, мне кажется, удобно. Ой, да, удобно закрывать. Неплохая. Вроде бы за свои деньги прям даже очень-даш хорошая. Из каких-то рисунков простая. Минималистичная. Ой, я уже хочу вот это. Я всегда хотела себе какую-нибудь наклейку на телефон. И тут за 80, что ли, рублей я нахожу вот это. Я сказала наклейку на телефон. Это наклейка на карту, друзья. Ой, мне в подарок положили такой стикер с пальмой. И самое-то главное, это наклейка на карту. С Круджем Макдаком. Сейчас заклеим мой Тинькофф. Который уже это банк, вообще-то. Так что можно смело заклеивать. Так интересно, кто получал уже карты в Табанк. Напишите, как они выглядят. Протираем все спиртом. Там, кстати, салфетка спиртовая была в комплекте. Ну, вы видели. Потом вытираем все кофтой насухо. Примеряемся. Ты когда-нибудь клеил наклейки на карты? Денис говорит, нет, вот и я в первый раз. Это все максимально законно. Я прям где-то читала, что неважно, как выглядит твоя карта. Ты можешь ее всю заклеить. И это будет разрешено. Вот здесь нужно снять с чипа наклейку. Ну все. Ну крутяк. Да? Балдеж. Я очень надеюсь, что это никак не влияет на способности платежей. Но я перечитала кучу отзывов не только под этой наклейкой, что в целом это никак не влияет ни на что. Только на внешний вид. Наверное, лучшая покупка за сегодня. Мы чуть-чуть отвлеклись от темы гелей для душа. У меня их очень много. Классно, что наклейку прям набабахали на упаковку. Потому что вообще тут главное это упаковка была. Ладно. Гель называется кайфибарики. Посмотрите на скриншоте, как он должен выглядеть. Тут, по идее, капибара. Но тут все наклейка с моим адресом домашним. Что это за дела вообще? Что это такое? Тут целых 500 миллилитров. Вы посмотрите, как это много. Объем, конечно, внушительный. Цветочный букет. Идеально для того, чтобы пацанам мыть лапы. Аромат приятнейший. И главное, что он не резкий. И еще у меня есть маленький гели для душа. Но вот это вообще в самое сердечко. Тут, конечно, не такой внушительный объем. Всего 150 миллилитров. Но здесь у нас гель для душа не грустен. Скорая помощь от печали с милым мопсиком. Содержит экстракт веселья от печали и заботы. Объем 150 миллилитров и аромат дыньки. Реально очень приятный аромат. Прям кайфово пахнет. Дына дынная, такой летний. Рекомендацион. И от этого же производителя я еще нашла вот такой вот гель. Успокоин. Средство от усталости. Наполняет добром. Дарит радость. Малиновый сироп. Аромат. Еще посмотрите, он перламутровый. Кстати, этот гель для душа тоже имеет некий перламутр. Его если взболтать, так, наверное, вообще красота-красота будет. Видите? Сейчас села вниз. Я не понимаю, что за отдушки сейчас. Несу таких бюджетных гелей для душа. Такие отдушки. Вот просто даже Dolce Milk рядом не стоял. Очень приятно пахнет. И, внимание, то, чему я была удивлена, это гель для душа. Вы когда-нибудь видели гель для душа в такой упаковке? Причем этот гель для душа называется Gold Shower Gel. Золотой гель для душа от бренда Organic Kitchen. Я, конечно, знаю, что у бренда Organic Kitchen чисто такие упаковки, но гель для душа в такой баночке. Это что-то новое. Он реально золотой. И он какой-то очень густой. Вы посмотрите, похоже на вареную сгущенку. Очень приятно пахнет. Аромат какой-то древесины, чего-то такого удового, восточного. Боже, это потрясающе. Ммм, тут бергамот, инжир и ветивер. Вот что-то это. Потрясающий аромат. У него, знаете, язык заплетается, я с ума схожу. Кайф. Это, оказывается, какая-то коллаборация. Вообще, Organic Kitchen постоянно с кем-то коллаборирует. И это коллаборация Organic Kitchen и Z69. Без понятия, что это. Кто знает, напишите, пожалуйста. Но продукт у них получился реально удобный, классный. Куколки или косметика. Что ты хочешь видеть в следующем? Давайте с косметоса. Вот столько продуктов для губ я нашла, которые стоят меньше 100 рублей. Плюсом к тем карандашам от Диваж, да. Во-первых, это блески от бренда Гурмандист. Помню, как-то раз я уже заказывала блески от бренда Гурмандист. Но это был один. Тут я купила почти все оттенки, которые были в наличии. Вообще, они настолько популярны, что их быстро разбирают. Особенно, мне кажется, популярностью пользуется вот этот оттенок. 25-й девочки. Карамельный поцелуй. О, аппликатор удобный. Вы посмотрите, какой плотный блеск. А самое главное, да, эти блески пахнут карамельками или конфетками. В зависимости от цвета. Память мне не изменяет. Мне кажется, это дешевый аналог роут. Ну, судя по плотности, так точно. Следующий оттенок, также без шиммера. 27-й называется также карамельный поцелуй. Но оттенок тут больше похож уже на персиковый поцелуй. Самый главный цвет, посмотрите, какой непрозрачный. Ну и следующий карамельный поцелуй. Да, они все так называются. Это уже 26-й оттенок. Он более розовый, с шиммером золотого цвета и розового. И все это красиво переливается. Ой, так там еще и фиолетовый шиммер. В общем, такая сияшка. И все они просто нереально пахнут. Знаете, чем? Наверное, детской косметикой. И, девчонки, я еще про один блеск забыла. Он у нас в оттенке 02. Честно, он очень похож на предыдущий 26-й. Он также с шиммером. Просто найдите два отличия. Ну да, наверное, вот этот более рыженький, а этот более розовый. Окей. Разница в том, что здесь шиммер более розовый и фиолетовый преобладает. А здесь чисто какой-то бронзовый и золотой. И тут есть крупные блески. Вот в этом втором оттенке. Он почему-то очень плотный по своей консистенции. Вот он немного плешивее даже на руке. Хотя вроде бы сейчас норм. Я не ожидала, что за 100 рублей можно найти классный блеск для губ. И причем, знаете, не какой-то там а-ля непонятный свамбриз, который стоит там, да, 100 рублей и производится фиг пойми где. Это бренд Гурмандист, извините меня. Ну, действительно, хотя бы который проверяется и блески хорошие. Изготовитель город Санкт-Петербург. Как-то доверие больше вызывает, чем Китай и так далее. Ну, согласитесь. Ну, еще немножечко бюджетных карандашей. Первый карандашик у нас от бренда Эвелин. Я старалась брать те цвета, которые, ну, сама бы с удовольствием носила. Не просто какие-то там, знаете, розовые и красные, потому что таких за 100 рублей огромное количество. Оттенок называется 17, теплый нюд. Карандашик деревянный. Плюсом в колпачке есть точилка. Ну, это чисто карамель, слушай, ну, неплохой, неплохой. И оттенок неплохой, и сам грифель такой мягкий. Смотрите, как хорошо тушуется, наносится. Ну, пахнет он, откровенно говоря, не самым дорогим карандашом. Но вот запах карандаша есть. Не люблю такое. Но цвет красивый. Следующий. Это у нас уже бренд Париса. Оттенок карандаша 416. Тут что-то сливово-фиолетовое. Это очень сильно похоже на карандаш Пупа. Популярный оттенок, по-моему, 6 или 4. Красивый. Вообще, есть полноценный ролик про этот бренд. Там, где я делаю макияж только брендом Париса. Посмотрите, он выходил, там, может быть, год-полтора назад. И карандаши у них действительно топовые. Еще один карандаш от бренда Париса. Только уже в оттенке 403. Просто найдите, вот два отлично. Тоже такой карамельный. Теплый нюд подъехал, но они очень похожи. Но Париса вроде бы чуть-чуть потемнее. Ну, прям буквально на один тон. Если сравнивать, какой бы я карандаш вам рекомендовала, наверное, лучше Парису, потому что у нее менее выражен аромат карандаша. У Эвелин он ярче. Ну, а так все хороши. Находки, находки просто по 100 рублей для косметички. А теперь внимание, девочки. Я за этой вещью где-то, наверное, полгодика назад охотилась. И я не знала, как она называется. А тут, оказывается, она стоит сотку. Короче, когда-то давно в тики-токах или в рилсах я увидела точилку для моркови, для огурцов, для кабачков. Вот она. Просто совершенно случайно я ее нашла на Озон, когда отыскивала товары для этого ролика. Посмотрите, здесь у нас прям реально точилка. Мы засовываем сюда огурец. Ну, лучше, наверное, морковку все-таки. Это выглядит безобразно. Кто-то спросит, зачем. Но, мне кажется, для кабачков это супер тема, потому что мы таким вот образом обычно нарезаем кабачки на пасту из кабачков. Я думала, она будет больше. То есть, ну, вот огурец не широкий, а он сюда плохо входит. Но он еще у нас мягкий, немножко подпорченный. Может, поэтому плохо идет. Но шкурка хорошо чистится, а потом, когда начинается мякоть, начинаются проблемы, потому что все очень мягкое. Ну, красиво. Также для карвинга можно использовать. И мое удивление, что, оказывается, с обратной стороны есть еще нож для просто очистки. Слушай, он работает очень хорошо. Он даже лучше, чем тот нож белый, который у нас уже был в этом выпуске. Ну, прикольная вещичка. Просто заказать, даже поиграть, поугарать за 100 рублей. Почему бы и нет? Попробовать, с какими продуктами это лучше работает. Думаю, с морковкой точно зайдет. У нас просто морковки дома нет. И огурец поплотнее надо взять. Ну, и девчонки любых возрастов. Скорее, как рано. Я нашла кукол. Причем необычных. Все это куклы-русалки. Не знаю, что за тренд. На куклы по 100 рублей она с волосом. Мне приехал чей-то волос. Все куклы, которые стоили сотку, это были русалки. Первая из них самая маленькая русалочка. У нее, к сожалению, только хвост. Она никак в АШ-2О не превратится в обычную девчонку. Есть еще такая в комплекте расческа. Выражение лица. Очень миловидное. Кто-то в щечку ее поцеловал, чмокнул. Есть такой вот брат. Русишки. В общем, все на месте. Неплохая игрушка. Такая вот малюточка. Это ее старшая сестренка с фиолетовыми волосами. Ну, практически Ариэль. У этой куклы, между прочим, есть секрет. Оп. Оп. И обычная девчонка. То есть, можно сделать русалку при желании, да, если ты хочешь поиграть в подводный мир. А можешь просто поиграть обычной девчонкой, приодев ее одеждой. Ну, которая наверняка, те, кто в куклы играет, имеет у себя еще и одежду для кукол дома. Голова у нее достаточно большая. Волосы нормальные для куклы за 100 рублей. Даже резинка есть. Зубы на месте. Помада, глаза. Все есть. Ребят, у нее даже есть нижнее белье телесного цвета. О чем я говорю? Ну, такой вот рыбий хвост. Да пойдет. Хорошая кукла. Еще одна красотка. Ой. Хвост отвалился. Вернее, плавник. Блин, вот это крипово выглядит. Прям страшно. Тут у нее такое туловище, прозрачный хвост. Плавник, который отвалился, мы его сейчас поставим на место. Ну, ой. Ну, вот это самая плохая кукла. У нее, во-первых, какой-то упор-тый... Гидон. Да. Как-то она странно выглядит. Лицо не айс. Вот посмотрите на нее и на нее. Вот это вот, правда, сестрички? Это, видимо, сводная сестра. Зачем-то у нее тут еще... Пробитая. У нее болт в спине. Зачем? Не знаю. Я бы такую куклу, наверное, своему ребенку не взяла. Она мне не нравится. Она меня пугает. Ручка у нее такие тоненькие. Гвоздь так болтается. Ну, не знаю. Конечно, решать вам. Но предыдущие две куклы были намного-намного лучше. Это мы не рекомендуем. А этих малышек да. Ну, что ж, дорогие друзья. На этом все. Наш прекрасный выпуск 100 товаров по 100 рублей подходит к концу. Товаров было чуть больше. Все, наконец-таки, рады тому факту, что видео заканчивается. В том числе и мои собаки. Надеюсь, вы тоже рады, что мы вместе провели с вами это время. Я очень рада, что вы посмотрели этот ролик. Поставили ему лайк. Я верю, что вы поставили. Ссылки на товары ищите в моем телеграм-канале. Увидимся с вами в новых роликах. Всем большое спасибо за просмотр. Всех вас люблю. И желаю вам прекрасного настроения. Всем пока. Все, все. Ну, давайте, ребята. Пока.